Всем привет! Это Скринкасты. Меня зовут Миша Филоненко. Wake the fuck, как говорится, app samurai. Сегодня напишем бэкэнд-приложение. Всего, я предполагаю, мы будем писать это за три части. Сегодня у нас первая часть, и мы с вами сделаем бэкэнд-приложение на голенге, которое отобразит небольшую карту, на которой мы сможем оставлять свои комментарии о тех или иных местах. Я вам предлагаю задуматься, где был ваш первый поцелуй, конечно же, секс, конечно же, рок-н-ролл и бутылочка пива. Я все вас про себя помню. Я вам все покажу. Начнем. Значит, руки дрожат, потому что я записываю это все дело в студии. Сейчас вы видите у меня на экране три окна, черненькая консоль, серенький редактор кода и вот здесь у меня в Safari, где мы будем эту всю страничку проверять. Так, историю браузера я не чистил, поэтому внимательно следите за скринкастом, записывайте линки, там будет много чего интересного и, конечно же, мой канал на OnlyFans. Подписывайтесь. Сделал директорию TheStreets, здесь делаю индекс файл и начну со HTML. Добавлю себе эту директорию вот сюда вот, в VS Code. VS Code. Спасибо большое VS Code за то, что это потрясающая идея, в которой уже очень много есть изначально. Слушайте, ну времена и раньше давным-давно я мог бы этот файл взять и открыть в браузере, но такие времена прошли. Нам сейчас под все эти разные безопасности нужно делать именно сервера, чтобы браузер считал, что наш HTML файл достоин. Проинициализирую себе голенговский модулек, назову его карта и сделаю себе файлик map.go, в котором все-все-все-все-все-все-все и размещу. Итак, я сделал файл map.go, в котором хочу сейчас отдать HTML файл, чтобы браузер его открыл, не ругался ни на какие полиси и так далее. Вот, хорошо. Мне для этого необходимо создать инстанс HTTP сервера. Я повешу его на 8080 порт и сделаю там одну функцию для отдачи HTML файла. Давайте приступим. Для этого у меня что есть? Модуль, в котором я укажу... Вы замечаете вообще, вы замечаете, насколько VS Code за меня еще и начинает автоматически импортировать модули? Ну, это же просто, просто какая-то сказка. Да. Периодически вы видите у меня опечатки. Знаете, с чем это связано? Потому что на работе встречаюсь с кодом на разных языках программирования, и руки периодически пытаются печатать в Go, как будто бы я программирую на Lo. А если вы это услышали, но ошибок самих не увидели, знайте. Это заслуженнейшая работа видеомонтажа. Спасибо им большое. Они исправляют за мной все косяки. Так, в корне у нас будет лежать этот файл. Так. Сделаем лямбда функцию и в ней два параметра. И у модуля http есть... Так, где? Где я обшибся? Где? Ага, вот я обшибся. Давайте я прямо сейчас при вас исправлю. Не посчитал. Ох уж эти скобочки, да. Кстати, считали ли вы, сколько вы скобочек за свою жизнь вообще напечатали? Подумайте об этом. Так, ага. Слушайте, да, я ожидал... Так. Что? Студии со мной... Я не один в студии, и это хорошо. Я ожидал, что все в студии будут смеяться, а они, как только началась запись, резко замолкли, и я начал чувствовать биение собственного сердца. Поэтому вы, скорее всего, это биение тоже чувствуете. Я сейчас буду заполнять HTML-файл. В HTML-файле я расположу виджеты. На этом виджете я отображу небольшую картографическую информацию. Там будут улицы, дома и все такое. Многие программисты... Ну, нет, не все. Многие программисты встречались с таким термином, как утечка абстракций. Да, это когда есть какой-то нежележащий слой и вышележащий, который немножечко скрывает поведение нежележащего слоя. Вот, например, двухмерная карта сверху. Как вы считаете, как именно у такой карты утекают абстракции? Пишите ваши ответы в комментариях, я на них обязательно отвечу. А ответственность за розыгрыши перекину на чужие плечи, на Маринины. Марина, придумай, пожалуйста, подарки. Итак, мы сделали с вами HTML-файл, в котором я расположу виджеты. Слушайте, здесь когда-то давно Facebook начинался с этих же строк. Да, тоже. Это будет интересно задуматься. Может быть, я сейчас прямо онлайн пишу новый суперсовременный проект. Я подключу фреймворк, сразу достав его из шпаргалки копипастом, потому что, ну, вы знаете, писать эти длинные урлы, ну, кто последний раз вообще заполнял урл больше, чем там mail.ru, google.ru, либо я.ru. Создам себе дивчик, в котором я карту и нарисую. Установлю ему небольшой стиль, стилечек, такой дивчик на стиле на 600 пикселей. Вы вообще разговариваете на сленге со своим собственным кодом, как это делаю иногда я, нет? Ругаетесь ли вы с собственным кодом? Ладно, пойдемте дальше. Что я делаю? Я делаю вот такую переменную. В этой переменной я загружу виджет, расположу его в дивчике. Я выключу нажатия тапом. Они не очень удобные для десктопа, а мы сейчас с вами пишемся на десктопе. И установлю первоначальные координаты и первоначальный зум. Для того, чтобы установить первоначальный, у нас есть метод setView. Здесь я расположу в массивчике координату. Координату, да, надо признаться, я сам ее на память не помню. Вы скажете, Миш, ну, это то, где ты живешь. И саму карту мы не увидим, если не загрузим туда слой с всякой вот этой информацией об улицах и так далее. Я воспользуюсь готовым слоем бесплатным от OpenStreetMaps. Спасибо им большое. OpenStreetMaps основал, по-моему, лондонский чел, который организовал людей, которые нарисовали все-все-все-все в мире. Здесь такой длинный большой уровень и копирайты. Я их хочу скопировать. Ну, потому что если я буду это писать руками, то вы будете просто смотреть на это все. Опа. Скопировал-то не очень красиво и удачно. Вы чувствуете? Я пришел, я, главное, занимался с продюсерами, с режиссерами, над дикцией, над всем. И что же сейчас? Да, и все пошло не так. Да, я бы хотел все скинуть на брекеты, но пока не получается. Хорошо. HTML-файл мы сделали. Переходим к бэкэнду на Go, который этот файл нам отдаст в браузер. Теперь я попробую это все запустить. Итак, внимание, пока что запускаю только на одних скрещенных пальцах. Вторые не подключаю. Смотрим. Кстати, в истории видно, сколько раз я вообще пытался это все дело запустить, прежде чем у меня получилось. Знаете, дублей было много. Все, смотрите, вот у нас есть карта. Мы можем двигать. Как вы думаете, где это было? Это было... Блин, я хотел попасть в Петропавловку. Да, я в нее попал. У нас готов скелет. Сейчас мы добавим сюда одну простую функцию, чтобы вы смогли на карте оставлять комментарии. Напоминаю, первая баночка пива, первый поцелуй. Понравилась ли вам? Первая ночевка на улицах. Я же, надеюсь, со всеми это происходило. Так, для этого нам понадобится, пока что мы всего лишь сделаем на JS один маленький коллбэк, привяжем его к карте, и там сделаем месседжбокс. В месседжбоксе яйцо, в курице, в яйце игла, в игле наша функциональность. Иглу льем в прот. Так, нам потребуется функция, которую мы добавим. Назовем ее onmapclick. Опа, вот она есть. Здесь нам придет ивент. В ивенте будут координаты. Пока что мы бэкэнд никак не подключаем. Хорошо, давайте сразу же я установлю эту функцию в качестве обработчика на свою карту. Вот он, моя карта. Вот он мой обработчик, мой хороший. И вот она моя функция callback. Вот здесь я воспользуюсь стандартной функцией window prompt, чтобы в нем задать вопрос пользователю, записать этот ответ, и потом отобразить его на карте. Итак. Опа, у меня уже все есть. Так. Какой вопрос? Какой вопрос хочется задать пользователю? Что здесь с тобой было? Что здесь для тебя? Класс. Нет, это я ограничу. Тогда пользователь не сможет негативные комментарии оставлять. Давайте. Что здесь для тебя? Респонс. Если пользователь все-таки какой-то респонс ввел, давайте его добавим на карту. Мы добавим его на карту с помощью просто маркера с определенной всплывашкой. В маркер передаем наши координаты, в котором произошел клик. И в этот же маркер... Этот маркер добавляем на нашу карту. И в этот же маркер биндим по папчику, который будет всплывать с этим самым комментарием. Смотрим. Ребят, на этот раз вообще не скрестил пальцы. Вообще. На самом деле у меня есть третья рука, она за спиной, она скрещена. А еще Марина за меня скрестила тоже дважды. О, давайте вот так. Вот так вот. Слушайте, получилось. Итак. Ну, я сейчас печатаю ASDF, ASDF. Это, наверное, не очень прикольно. Давайте обновлю страничку. Видите, мы храним эти комментарии просто в браузере. Конечно же, мы их не... Ну, они при обновлении странички пропадают. Но сегодня для видео я вам раскрою следующую ресторанную тайну. Если вы будете на метро Василия Островской в Санкт-Петербурге, потрясающий... Потрясающий... Ресторанный дворик находится рядышком. Супер вкусно. Давайте напишем. Супер вкусно. Так. Ну и что? И классическое... Классическое что? Первый поцелуй. Да? Вы уверены, что вы хотите знать это про меня? Все-таки фу. Нет, почему? Минск. И конкретно... Боже мой, где Минск? Фу там фух. Ну, конечно же, я не буду вам сказкать. Ну, вот здесь было. Первый поцелуй. Давайте прям так. Супер. Вы спросите меня, как ты оказался в Петербурге, Миш? Я вам отвечу. Я поехал туда программировать на Лиспе. Итак, когда я туда приехал, у меня были разные периоды, когда я менял работу. И одну из ночей, когда мне старую из старой квартиры я успел съехать, а новую еще не снять, если вы вдруг в Петербурге оказались без жилья, смотрите внимательно. Лиговский проспект. Детская площадка. Деревянная крыша. Деревянный помост. И кроссовки под... Под головой. Лучший ночлег в моей жизни. Теперь внимание. Когда в вашем дворе дорожки засыпают красной гравийной крошкой, я вам говорю, когда люди идут на работу, они очень громко хрустят этой крошкой. Городские власти. Пожалуйста, задумайтесь. На этом все. Сегодня мы с вами сделали стейтлис бэкэнд-приложение. Мы вывели виджет с картографической информации. Мы можем теперь там размещать наши комментарии о нашем каком-либо жизненном опыте. Эти комментарии сейчас не сохраняются, потому что мы никак не реализовали сохранение на бэкэнде. В следующий раз мы с вами это обязательно сделаем. С вами был Миша Филоненко, Taratum Solutions, скринкасты. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я надеюсь, снизу сделают мою ссылочку на OnlyFans. Всего доброго. Пока. На самом деле, когда я произношу слово кринж, те дети, которых я тренирую в летнем лагере, уже считают меня олдовым. Вы представляете? У них есть какой-то тайный сленг, который мы не знаем. Теперь, внимание, дорогие друзья, кринж, знаменитый уфимец Моргенштерн, Иван Крид, Егор Крид. Это все больше не сленг. Мы старые. Ладно.